На что можно надеяться в новом году? Каждый новый год это всегда надежда, но только до тех пор, пока человек сохраняет умение надеяться. Говорят, что надежда покидает или умирает, ну, самый последний. И это, если вдуматься, то становится понятно, что если надежда покинула или умерла, то не осталось ничего, совсем ничего. А потому просто нужно сохранять эту надежду, надежду на перемены, успех, на лучшее, в конце концов. Вот только надеяться можно совершенно по-разному. Для кого-то надежда – это вера во что-то, в кого-то, в ситуацию, рок, судьбу, случай. И в этой вере он отводит себе пассивное место, место пассивного наблюдателя, не предпринимая ничего в чаяниях воспользоваться изменениями, которые произойдут как-то, ну, сами собой. Велика ли вероятность того, что события, предоставленные сами себе, будут развиваться, так как захочется мечтательному и пассивному созерцателю. Есть такая вероятность. Если мечты витают возле горизонта вероятных событий, которые могут произойти не сами по себе, а в силу довольно больших вероятностей, благодаря прогнозируемому стечению обстоятельств, их определяющих, ну, тогда может и получится. Но если дело касается личной судьбы, то тут эта пассивность – это всегда якорь. И надежда на удачу в подавляющем большинстве случаев ведет к провалу. Это фиаско, братан. Как в лотерее, где возможен один выигрышный миллион. Тут шанс может оказаться еще меньше. Но есть и те, для кого надежда основана на уверенности в том, что возможно самому влиять на события, которые происходят вокруг. Можно и нужно что-то делать для того, чтобы то, на что ты надеешься, стало реальностью. Такие люди превращают свои мечты в намерения. Они понимают, что могут и должны принимать активное участие в своей судьбе. Они понимают, что если они сами не будут заниматься своей судьбой, то ей займется кто-то другой. А события, предоставленные сами себе, имеют тенденцию развиваться от плохого к еще более худшему. Именно поэтому надежда – это несуществительное. Надежда – это как бы глагол, это процесс. Это очень важно, чтобы это был не пассивный процесс ожиданий, а активный процесс формирования намерений, непременно переходящий в действие. Вот когда человек теряет такую надежду, то он по-настоящему теряет все. Он может еще иметь какие-то надежды-мечты, но это не те надежды, которые способны что-то ему дать. Ну, кроме психотерапии. Ну, разве что. Когда утрачена эта надежда-намерение, тогда заканчиваются жизненные миссии человека. А его жизнь просто превращается в дожитие. Я верю в то, что мир еще не развалился. Более того, я вижу, что в мире есть люди, благодаря которым он не только не развалился, но даже способен преобразиться и развиться во что-то очень высокое, во что-то большее, может перейти на новую степень развития всего человечества. Вот эти люди – это новаторы, это прогрессоры, это цивилизаторы и ученые, которые уже сейчас живут в параллельном от большинства людей мире, в параллельности какой-то вселенной на этой же планете. И отличает их именно то, что они надеются на свои возможности. И эти надежды позволяют им сдвигать горы, осваивать космос, развивать фундаментальные науки, и прикладные науки, и медицину, и прочее. Они уже живут в мире будущего. Это не это ли пример для всех остальных? И вот я хочу пожелать, как обычно желаю каждый Новый год, всем переосмыслить для себя понятия, кроющиеся в слове «надежда». И начать надеяться на перемены так, чтобы они превратились в намерения, которые воплотят мечты в реальность. Желаю всем иметь настоящую надежду. Желаю всем ее никогда не терять. Субтитры подогнал «Симон»